С 2 апреля маршрут до Зеленца начал обслуживать новый перевозчик. Тогда и начались проблемы. Сначала 108 автобус в привычное время не приехал. Хотя о смене расписания жителей никто не предупреждал. В результате многие опоздали. Кто на работу, кто на секцию. Некоторым пришлось вызывать такси. Согласно этому расписанию где-то очень большие пробелы пошли. В итоге у нас начались происходить срывы рейсов, что люди стали почти по часу ждать автобус на остановках. То же самое, что касается деревни Парчик. Согласно их тарифу за 20 рублей, из деревни Парчик прекратился рейс до райбольницы. Он почему-то стал идти до Зеленца за 14 рублей. В Зеленце люди высаживались. И после этого людей пересаживали на другой автобус и везли их уже за 20 рублей. Естественно, у людей получается возмущение. А через неделю, по словам сельчан, резко повысился тариф. Снова без предупреждения. Утром люди уехали по одной цене, возвращались уже по другой. Потом с ценами, по словам сельчан, начали происходить странные вещи. По оплате тоже люди сели в автобус. Кто-то, дети. Кому-то дали 20 рублей. Дети поехали, а кондуктор говорит 30. Куда детям потом деваться? Что делать? Они вот все недоумения. Я не знаю, как она их рассчитала, я не знаю. Дети ехали в школу, дети ехали куда-то в спортивные. Вот проблема была еще и в этом. Естественно, пошли жалобы. На эти жалобы перевозчик не реагировал. Вопросом, почему кто-то тариф везет за 20 рублей, кто-то за 24 едет. Он ответил, мне не надо, чтобы были жалобы. То есть кондуктор был уведомлен о том, чтобы не вступать в конфликт с пассажиром. То есть кто сколько даст за такую сумму и едет. Кроме того, по словам пассажиров, кондукторы и водители часто хамят, что настроение людям, конечно, не прибавляет. Сам перевозчик на собрание в администрации Зеленца не явился. Но в телефонном разговоре с нами отметил, это пассажир оскорбляет его сотрудников. Сам он хотел сделать как лучше. Приобрел специально для Зеленца новые автобусы. Снизил тариф на проезд. Просто новые бланки билетов еще не пришли. С расписанием тоже все в порядке. Расписание мы выдерживаем в полном объеме. Мы хотели сделать расписание как лучше. Но сейчас мы вернули в течение дней, мы все вернули обратно. Как у прежнего перевозчика. Все прежнее. Мы от регламента сейчас не отступаем ни на сколько. Сейчас развеяли везде расписание по новочным пунктам. Сфотографировали. А их на следующий день уже все оборвали. То есть, ну, как это все-то. Раздаем расписание в автобусах. Маленькие брошюрки. Тем временем возмущенные жители Зеленца уже закидали жалобами местную администрацию, социальные сети и Минпром. Профильное ведомство, чтобы разобраться в ситуации, решило собрать все стороны за одним столом. Наша задача основная – это улучшить ситуацию. То есть, ситуация должна быть улучшена тем, что есть и имеется доведена информация до населения. То есть, расписания должны быть размещены на остановках. И должно быть исполнение этого расписания. Право перевозчика снижать цены, оно, конечно, имеется. Но при этом должна быть тоже до населения доводиться информация. То есть, если он даже снизил цены, должна доводиться информация, как устанавливаются цены, чтобы не возникали конфликтные ситуации. По словам Владимира Котова, ситуация должна быть улучшена в течение двух недель. В противном случае к перевозчику будут применены штрафные санкции. А этого не хотелось бы. Елена Кононова, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.